привет друзья с вами владимир шемет нахожусь мармарисе мы с супругой приехали сюда 28 числа сегодня 29 сентября и второй день нашего отдыха прошло полдня мы до обеда сходили на муниципальный пляж немножко там поплавали пообедали и сейчас после обеда 3 часа дня мы вышли прогуляться по набережной сторону крепости тут вроде бы как есть еще старый город но в общем сейчас мы это все посмотрим и естественно постараемся показать вам по погоде ребят погода жаркая примерно 30 32 градуса по температуре очень ну достаточно жарко то есть но сегодня проходят иногда тучки и иногда капает дождик вот даже сейчас вот пару капель немножко упала как бы вот это из того что хотелось бы сказать чтобы вы понимали какая сейчас обстановка здесь на этом курорте в любом случае все равно здесь классно ребят здесь комфортно и если вы думаете ехать или не ехать на отдых хоть уже можно сказать на носе октябрь то все равно нужно ехать потому что цены сейчас очень сладкие очень вообще шикардос пандемия конечно внесла свои коррективы в работу отелей в работу туристических фирм и все стараются вообще как-то выжить поэтому цены очень шикарные ребят если у вас есть возможность бросайте все и давайте сюда на отдых вам это понравится ну а мы уже подошли получается к гавани где пришвартованы различные прогулочные лодки и сейчас я вам буду все это показывать рассказывать и если что ребят вы обязательно задавайте вопросы в комментариях под этим видео если вас что-то интересует постараюсь видео выложить максимально быстро во время того пока я здесь нахожусь чтобы ну если у вас есть какие-то вопросы вы их написали мне а я вам ответил либо сделал для вас видео с ответом на ваши вопросы моя супруга подсказывает очень тихо старается это делать что тут очень красивые здания старого типа старого строения вот за кафешками этими всеми ну смотрите как бы я не знаю может быть там есть улочки между этими всеми зданиями попробуем и туда пройтись здесь с правой стороны вот пришвартованы различные яхты и прогулочные лодки мы сейчас обходим место где находится крепость постараемся конечно сходить посмотреть что там с обходом платный бесплатный если что узнать цену ну и смотрите вот что хотел сказать для этого периода времени туристов я бы сказал бы что не так-то и много с одной стороны но и немало то есть много людей которые приехали на отдыхе и им принципе это пандемия ну ничего как бы не помеха в том числе и нам потому что ребят это реально того стоит еще и за такие деньги которые сейчас имеют цены на отдых этот смотрите мы приехали в трехзвездочный отель отель называется халиджи три звезды ребят значит это отель среди топ 3 звезды мармариса он будет на первом месте я это все дальше вам в других видео расскажу покажу сделаю эти все обзоры и у вас будет актуальная информация куда же ехать на отдых в этот город если вы собираетесь в мармарис значит мы приехали сюда на отдых на неделю заплатили всего 521 евро за двоих взрослых ребят принципе это очень дармовая цена на отдых в этом курорте да можно было бы поехать в анталийское побережье добавить добавить там баксов 50 100 и поехать в пятерку друзья у 5 звезд но мы поехали в мармарис в отель три звезды и ни капельки об этом не жалеем почему мы не жалеем потому что питание здесь отличное в рамках категории отеля три звезды расположение этого отеля тоже отличное вот сервис в рамках категории три звезды хороший ребят поэтому мы полностью всем абсолютно довольны на отдыхе в этом отеле но почему мы поехали в три звезды да можно принципе было добавить кстати и 100 евро ребят и поехать в пять звезд вот принципе у 5 звезд даже в мармарисе можно было поехать но мы это не сделали потому что в нашем случае эти 100 баксов 100 евро 100 баксов лучше потратить на путешествие по этому региону потому что это нереально красивый регион здесь много очень интересных красивых живописных природных мест нереальной красоты и вот мы эти 100 евро 100 баксов грубо говоря потратим на наше путешествие по этому региону плюс сегодня у нас можно сказать такой вот разгрузочный день после вчерашнего дня после прилета вылет у нас был 10 часов 35 минут из харькова приехал в отель мы попали где-то к часам четырем до во сколько мы попали в отель где-то мы к четырем часам попали в общем пока там разобрали чемодан пока я собрал самокат ребят туда-сюда уже и ужин после ужина мы пошли к нашим друзьям которые также здесь находятся на отдыхе мы с ними встретились мы с ними посидели отдохнули вот и мы попали домой но не домой а в наш отель после 12 часов ночи после чего моя любимая супруга пошла спать а я пошел пошел делать для вас видео монтировать короче пока я монтировал сюда туда работал работал и уснул пора спал я где-то пару часиков и и собственно говоря проснулся смотрю блин ничего не сделал короче пока я перебирал эти видосы чтобы слепить рассортировать в общем уже смотрю как бы светлеет а я делал это там в ресторане вот начинает уже к завтраку готовится то есть там около шести часов утра там пол седьмого ну думаю все пойду в номер потому что ну как бы совсем не культурно как-то она получается делать это все и пошел номер пошел номер на балконе сел все это сделал там видео сейчас она будет выгружаться потихоньку на моем канале и соответственно ну просто мы очень устали можно сказать то есть я говорю сегодня у нас разгрузочный день мы гуляем по этим окрестностям города и относительно отдыхаем дальше у нас по планам еще посетить по муколе посетить долину бабочек фитхи е алю денис голубую лагуну значит берем на прокат мопед будем кататься по ичмелиру по по трунчу ну съездим туда посмотрим потом мы еще с друзьями договорились берем на прокат велосипеды и едем вич миллер значит из того что уже мы узнали значит стоимость аренды мопеда 20 долларов примерно но мы пока что в одном месте спросили еще будем конечно в других местах спрашивать но стоимость аренды мопеда день 20 долларов значит категория прав сказал если до 50 кубов то б прокатят надеюсь что так и будет аренда велосипеда по-моему 50 турецких лир ну мы опять спросили вот если мы берем допустим мопед один день а на второй день мы еще возьмем два велосипеда то он сказал как бы что вроде бы 40 турецких лир за день проката велосипеда одного велосипеда то есть вот такие планы друзья и понимаете дело в том что вот мы приехали на 7 дней уже грубо говоря два дня прошло то есть видите в чем суть что два дня прошло и последующие дни у нас тоже расписаны полностью по посещениям всех этих мест и значит нужно посетить много мест сделать для вас много обзоров и все это просто расписано и смотрите мы в отеле собственно говоря иногда будем находиться кушать и спать поэтому на отеле мы решили немножко сэкономить и посчитали что не стоит платить за четыре стены в которых ты грубо говоря просто поночевал переоделся помылся перекусил иногда потому что я говорю из такого режима у нас там выпадают как минимум обеды да вы скажете зачем платить за обеды да потому что они идут в пакете их убрать просто нельзя вот ну и все то есть обеды выпадают и поэтому я живу в отеле мы грубо говоря переночевали переоделись и помылися и собственно говоря и все и больше мы не находимся то есть видите в чем картинка вот если ехать до с ребенком там каждый день все время сидеть в отеле на территории конечно в этом отеле может быть скучновато но хотя мы были и в двухзвездочном отеле с сыном нашим которым было на тот момент восемь лет и дочек дочка наша который тогда еще было два годика мы были в двухзвездочном отеле и все тоже было отлично неделю мы отдыхали на кипре он даже еще был проще отель чем этот которым мы находимся в турции так вот ребят не стоит иногда платить больше денег не нужно вам эти пять звезд вы там гоняетесь за этими звездами как за бриллиантом ребят понимаете как бы 5 звезд табличка это не показатель 5 звезд можно быть хорошие могут быть плохие плохие 5 звезд могут стоить гораздо дешевле чем хорошие 4 звезды и так сама хорошие 3 звезды будут стоить дороже чем плохие 4 звезды поэтому это все относительно и пожалуйста отнеситесь к этому с пониманием и если вы будете это все учитывать и правильно подходить к организации вашего отдыха то у вас естественно будут самые лучшие впечатления от вашего отдыха и от ваших путешествий вот мы уже подходим краю набережной вот там он виднеется какое-то колесо обозрения возможно там какой-то лунопарк сейчас мы конечно постараемся туда подойти посмотреть это все я с собой кстати еще взял дрон но в турции есть какие-то жесткие ограничения на правила полетов я еще его не достал ничего не летал ребят честно как бы очень хочется но если было свободно конечно я уже полетал а так нужно будет с утречка встать пораньше на рассвете когда будет немного людей и конечно же полетать снять для вас эту всю красоту с высоты вы не представляете насколько это круто и красиво здесь это красиво вот я иду я радуюсь я просто радуюсь я тащусь от этого колорита ребят мне нравится это все и хотелось бы передать вам все эти впечатления вот чтобы вы здесь прошлись прогулялись отдохнули от будник своих от суеты от работы почувствовали что такое отдых и насходились всеми этими моментами которые может подарить вам этот курортный городок мармарис это самый большой ну как условно говоря большой курорт на побережье если вы прилетаете в аэропорт дала ман да есть еще фитхи и но он немножко в другой стороне смотрите значит фитхи и мы конечно постараемся съездить есть интерес есть планы но посмотрим как получится по времени по обстоятельствам вот если мы берем именно мармарис то вот это большой город активный город много инфраструктуры нереальное количество вот видите кафешек все то что я вам показываю значит много развлекательных заведений бар и дискобары но условиях пандемии я смотрю как бы они немножко работают не на сам полную катушку а некоторое заведение и вообще не работает ребят да если кто-то хочет оторваться потусить ну движняк то есть молодежный возможно могут быть какие-то моменты которые ну покажутся не совсем подходящими для этого периода времени если вы поедете на отдых потому что я говорю активность немножко вся она понизилась но если вам это не нужно то ребят вы тут получите большое удовольствие что еще хотелось бы сказать таком плане что касательно других городков вот и шмеллер мы туда поедем и я сделаю для вас отдельный обзор все покажу расскажу за инфраструктуру все моменты да и по мармарису это ну просто видео мы гуляем вот можно сказать live видео я его вот как она есть я не буду ничего туда накладывать монтировать какие-то спецэффекты я его выложу надеюсь она загрузится вот потому что интернет слабенький в отеле как бы для всего хватает для вайбера хватает позвонить хватает видеосвязи хватает а вот загрузить ну просто это хоть убейся короче она очень долго грузится она ком на компе на компьютере так он вообще не подключается интернет халиджи три звезды на телефоне без проблем все нормально поэтому тут монтируешь видео на компьютере перекидываешь его в телефон потом загружаешь его в youtube короче это все очень очень долго поэтому буду без всяких спецэффектов вот как есть так и выкладывать вам так вот я отдельно покажу вам по мармарису инфраструктуру и расскажу конечно же за нее а это просто такое вот прогулочное видео как вижу так вам и показываю так чтобы поменьше тратить времени на монтаж видео так же самое покажу турунч покажу вам значит этот населенный пункт он совсем маленький он совсем тихий вот кто хочет вот тихий отдыхе разочек-два съездить посмотреть мармарис прогуляться это вот турунч тем более что там тоже есть неплохие отели и 4 звезды и 3 звезды и 5 звезд это все я вам покажу в другом своем видео немножко позже возможно даже уже когда я вернусь в украину нормально сделаю видео потому что здесь как пока я нахожусь именно здесь в саму мармарисе видео будут выходить именно вот в таком формате без какой-либо обработки потому что времени реально на обработку нет так ребят мы прошлись мы подошли куда-то уже в самый край так ну давай теперь ты мне подскажешь что тут может быть я не рассказал пока я и что пришел рассказывал планы и ничего то что есть она видно да яхты и кафешки магазинчики очень красиво все ухожено прогуляться очень классно единственное что вот жарко стало после дождя конец сентября а жарко очень жарко поэтому многие думают а конец сентября начало октября уже будет холодно но я вам прям в сорокане и уже хочется туда вот нырнуть между яхтами водичка а так классно мне очень нравится очень просторно много этих улочек этих поворотиков старые здания да кстати ребят смотрите вот апельсиновое дерево наверное апельсиновое и тут они поспевшие апельсины а у нас в отеле все вот зеленые может мандарины ну в общем тут есть желтенькие видите надеюсь вам видно вот так желтенькие это апельсины а у нас в отеле тоже растут апельсины и очень красивые но еще зеленые а есть и зеленые здесь а тут здание тут здание пенсины между ними растут хорошо классно обре улица бетонной посередине апельсины а вот мы вышли к набережной смотрите ребят сколько здесь пришвартована яхт маленькие большие и лайнер даже моя супруга подсказывает вот он так друзья вот мы вышли к лунопарку значит но насколько я вижу по моему он сейчас не работает и там ведутся ремонтные работы видимо в условиях пандемии наверное этому развлекательному месту работать нельзя да тут вот ведутся работы какие то возможно его просто еще только новый строят друзья продолжаем нашу прогулку мы уже возвращаемся в обратную сторону 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 нашего отеля и идем немножко по другой улочки значит справа здесь какой-то есть канал и здесь смотрите очень много таких вот маленьких наверное рыбацких лодочек они есть старые есть новые есть красивые и некрасивые но все это естественно колоритно смотрите какое красивое здание вроде бы обычный камень и бетон а выглядит очень красиво ребят видимо это какое-то заведение ресторан таверна но людей вот здесь вообще нету вечером кстати по разному в некоторых больше туристов некоторых меньше туристов смотрите значит еще раз и в этом видео естественно говорю вам насчет масок ничего страшного здесь нет никаких таких обеи у вас не должно это вызывать но входить в городе нужно в масках хотя бы просто вот ну на подбородке чтобы не обязательно там закрывала рот нос просто вот тогда у вас не будет проблем потому что штраф вот если все-таки к вам придет придерется жандармерия полиция имеется в виду то может быть 900 лет 900 лир это примерно там грубо говоря почти 150 долларов то есть штраф довольно таки немаленький но никого просто так еще не штрафовали и всегда даже тем туристам которые ходили без масок из того что мне рассказывали мои туристы предупреждали то есть предупреждали просили одеть и просто как бы это все обходилось предупреждением но если конечно же вступить в спор в дискуссию и как бы неуважительно отнестись органам правопорядка то естественно могут конечно тогда уже и оштрафовать поэтому я не рекомендую нарушать и обязательно старайтесь придерживаться правил поведения в той стране вообще где вы бываете где вы едете то есть есть местные нормы правила поведения как правило с этим всех туристов знакомит гид принимающей стороны вот но и можно конечно самому погуглить поискать эту информацию и я вам стараюсь много информации дать рассказать особенно моим туристам чтобы естественно никаких проблем у туристов на отдыхе не было и были только замечательные самые лучшие впечатления от отдыха поэтому ребят к этому нужно относиться с пониманием и стараться придерживаться местных традиций норм правил поведения и порядка сейчас мы еще пройдемся по другой улочки и собственно говоря не знаю чем мы дальше будем заниматься старый город старый город этим маленьким древним урок улочкам узким а ты уже была там нет поэтому надо обязательно погода вообще с одной стороны жаркая ребят а с другой стороны вот ну не такая жаркая когда вообще вот солнышко ярко светит потому что тогда ну тут вообще было невыносимая бы жара даже вот это а почему давай по ней пройдемся почему что она длинная и мы не выйдем там ребята ну сейчас немножко пройдемся покажем эту улицу как она выглядит днем вечером я думаю смысла ее показывать в этом году нету потому что все закрыто ведь все движение ребят все здесь закрыто это конечно для тусовщиков очень большой минус но ребят пандемия увы не допускает местная власть работы этих заведений поэтому увы но кто хотел здесь оторваться в 2020 году такого не получится надеемся что в 2021 году все это уже будет работать на полную катушку и те туристы которые приезжают сюда оторваться потусить все у них получится очень надеемся на это моя супруга говорит что она длинная эта улица и никуда выйти ну есть вот выходы чего есть выходы а до сколько длинная ты тогда всю тут полностью гуляла меня не длинная тогда тоже не было туристом дискотеки работали россии не было и очень было мало очень некоторые вообще пустые бары зазывали как могли бесплатными коктейлями и бесплатно привозили с отелей а вас нас бесплатно забрали с отеля но мы должны были в одном баре побыть час обязательно нам дали там бесплатно по одному коктейлю и мы там побыли пили коктейль пошли прогуляться не должны были сказали во сколько нас будут забирать бесплатно опять таки назад в отель но для нас это было поздно мы поехали на местной маршрутке прошлись по улице поехали на местной маршрутке есть дискотеки восьмидесятых есть дискотеки с русскими песнями есть там всякие наверное стривы вары но мы не заходили в каждый да просто проходишь музыка играет разная тематика нас зазывают эти зазывальщики вот ссср например ссср клаб не прикольная улица мне такой вот нравится все культурно очень культурно но мы были мало людей конечно но тоже из-за этого все-таки поспокойней все было но как бы чувствуешь себя очень безопасно все очень культурно достойно не вот еще большой нереальный сейчас плюс это в том что вот все-таки не то количество туристов которые здесь обычно отдыхают при обычных условиях то есть вот так вот погулять все посмотреть сделать фотосессию ну просто сейчас супер ну мы сейчас еще немножечко вот немножечко пройдемся по вот этой мне вот марин когда у нас еще будет такое такая возможность пройтись когда здесь когда здесь нет туристов а кстати вот тут вот кайта обувь продается 20 лир стоимость 20 лир это грубо говоря 7 баксов 7 долларов это грубо говоря 200 гривен есть и 40 и тут обувный магазин 20 лет 20 лет машинчик сэнкью но ассср десерта 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 хау мач кроксов убежал это не настоящий это не настоящий не ну понятно не настоящий но просто ради интереса нет европейский на китай ну хотелось узнать ну чё то он убежал возможно камеру видел хотя обычно реагирует по-другому цены нет цены не указаны ну вообще вот друзья там где цены не указаны я вообще не очень не люблю это за границей то и вообще как бы даже в украине базары я такое очень не люблю потому что вас разведут однозначно вас разведут то есть ты не знаешь реальной стоимости этого товара этой вещи и нужно торговаться ну а торговаться ребят ну не знаю нужно я даже не представляю до какого уровня нужно но как минимум наверное до 50 процентов но точно не скажу вот я вообще люблю больше предпочитаю покупать там на сайте где есть цена либо там магазине где есть цена вот где можно расплатиться карточкой через кассу либо телефоном пайпасом то есть однозначно ну вот в таких местах где нужно торговаться вас разведут как вы не крутите то есть ты можешь там быть доволен тебе скинули там 50 процентов скидку сделали но поверьте мне все равно вас разведут так мы сейчас выходим выходим где-то мы выходим мы стараемся выйти и погулять еще по старому городу поэтому на этом моменте мы заканчиваем это видео показали вам как выглядит улица баров друзья и сейчас пойдем побродим по старому городу условно говоря по этим необычным старинным улочкам в общем ребят подписывайтесь на канал пишите ваши комментарии под этим видео задавайте вопросы всем позитива до встречи в новом видео